Добрый вечер. В эфире телеканала Репортер 73. Программа «Разберемся». 19 октября 2019 года криминалисты органов Следственного комитета России отметят 65-ю годовщину создания своей службы. В связи с образованием Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, а затем Следственного комитета Российской Федерации и выделением следствия из органов прокуратуры, обязанности прокуроров-криминалистов приняли на себя следователи-криминалисты. В каждом Следственном управлении Следственного комитета России созданы отделы криминалистики, в которых трудятся следователи-криминалисты и эксперты. Поговорим с ними об их ежедневной работе, о резонансных преступлениях и о том, что, как правило, остается за кадром в материалах СМИ. Сегодня с нами Владислав Витальевич Емец, руководитель отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области. Сергей Евгеньевич Денисов, старший исследователь-криминалист. Борис Валерьевич Малиновский, исследователь-криминалист. И Михаил Юрьевич Баюшев, старший эксперт отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области. Владислав Витальевич, первый вопрос вам, как руководителю отдела. Чем же занимаются сегодня криминалисты следкома и какие обязанности на их сотрудников возложены? Спасибо за вопрос. Как и в любом ведомстве, наша работа строго регламентирована внутренними организационно-распорядительными документами, в том числе центрального аппарата. Таковым основным нашим профильным документом является приказ центрального аппарата номер 53 2013 года, в соответствии с которым определены основные обязанности подразделения криминалистики. Если говорить тезисно, то можно их выделить основные обязанности на следующее. Это криминалистическое сопровождение расследования уголовных дел, отнесенных к компетенциям Следственного комитета, чтобы было понятно это преступление против личности, такие как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, иные преступления против половой неприкосновенности. Мы с вами знаем, что это изнасилование. Насительные действия сексуального характера, соответственно, иные. В рамках, соответственно, криминалистического сопровождения мы, как криминалисты, обязаны в первую очередь обеспечивать функционирование передвижной криминалистической лаборатории. У себя ее за глазами, значит, сокращенно называем покоилкой. Это транспортное средство, имеющее, соответственно, раскраску, шумовые сигнальные, соответственно, обозначения, вот, которые являются фактически нашей визитной карточкой. Карточкой нашего отдела, потому что о присутствии криминалистов в том или ином месте фактически узнают по нашей машине, когда она выделяется в глаза, бросается. Для чего она нам нужна? В первую очередь, она под управлением одного из наших следователей-криминалистов обеспечивает своевременный выезд на места происшествия. Благодаря нее мы загружаем весь комплект, имеющийся в нашем распоряжении высокотехнологической криминалистической техники, в которой в том числе и входят бензогенераторы, световые башни, которые позволяют нам работать, в том числе и в ночных условиях и так далее. В ходе, соответственно, осуществления криминалистического сопровождения, помимо использования так называемой ПКЛ, я уже как и озвучился, мы активно применяем высокотехнологическую криминалистическую технику, о которой вам в последующем более, скажем так, подробно расскажет Борис Валерьевич, наш коллега. Вот. Дальше основным из видов, основным направлением нашей деятельности является производство предварительного расследования. Здесь мы, соответственно, имеем право и обязаны проводить первоначальные следственные действия, такие как осмотр места происшествия, предметов, документов, производство выемок, проверок показаний на месте с процессуальными лицами. Вот. Здесь мы, соответственно, нас либо включают в состав следственных групп, либо работаем по поручениям следователей. От того, как эффективно и оперативно мы прибудем на место происшествия, зависит очень многое. Потому что самое главное правило криминалиста – это зафиксировать обстановку на месте происшествия и не привнести туда лишнего. С учетом того, что у нас сейчас активно развивается наука, мы получили возможность производства генетических экспертиз, которые по своей точности вышли на иной совершенно уровень. У вас нет лаборатории? У нас пока еще ее нет. Есть в других субъектах, такие как Екатеринбург. Мы здесь пока пользуемся возможностями биологического отделения экспертокриминстического центра УВД России по Ульянской области. И бывают негативные моменты, слава богу, мы исключили в своей работе, когда порой участники следственных групп привносят уже свою, так скажем, биологию. Кто-то там чихнул и так далее. Поэтому от нас зависит очень многое на месте происшествия. Потому что первым, чем мы занимаемся, это после выяснения, после получения сообщения о совершенном преступлении, выяснения первоначальной обстановки на месте происшествия. Это фактически дается указание лицам первым, прибывшим на место происшествия, оградить территорию, обеспечить проход туда, соответственно, посторонних лиц. И фактически приезжаем туда, мы одни из первых, и работаем. В ходе этого применяем так называемые защитные костюмы Каспера. Если кто-то не видел, это что-то подобие таких малярных костюмов, которые используются в покрасочных делах. Одеваются, облачаются наши сотрудники в бахилу, одевают маски, потому что, сами понимаете, волос, слюна или еще что-то. А это теперь всегда так? Это прям норматив определенный, да? Это требование центрального аппарата, которым мы следуем. Есть у нас конкретные примеры, когда, если честно, мы очень сильно удивляли окружающих, появление в таком виде. Кто-то думал, шутко говоря, космонавты какие-то прилетели или еще что-то. Но это нам позволяло отработать на месте происшествия по максимуму. Места происшествия бывают разные. Бывают и очень тесные жилые помещения, когда там двоим-троим находиться довольно-таки затруднительно. Но, несмотря на это, мы исключаем возможность, еще раз говорю, привнесения своих объектов. Сергей Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот преступления прошлых лет, самые какие-то, может быть, громкие, знаковые, которые удалось раскрыть? Прямо вот такие, чтобы сейчас все зрители сказали, а, вот оно что. Ну, хочется отметить, спасибо за предоставленное слово. Во-первых, хочется отметить, что раскрытие расследования преступлений прошлых лет – это направление одной из приоритетнейших в работе Следственного комитета и, в частности, в отделе криминалистики. Да, действительно, есть ряд таких громких примеров, которых я могу привести из самых запоминающихся, вот лично мне, и, как бы, сам очень плотно работал по данному преступлению. Это по убийству пожилой пары дачников, которое было совершено в начале 90-х годов. То есть они были застрелены вблизи села Солдатская Ташла, на своем дачном участке, из автомата Калашникова. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым. Сразу скажу, что мы его раскрыли спустя более чем 15 лет. Получилось все как? Мы на постоянной основе весь ворох вот этих вот приостановленных дел изучаем на постоянной основе. То есть, чтобы было понятно, да, там у нас лежат архивы. Многие люди думают, что по этим делам как бы работа не ведется. Нет, на самом деле по ним всегда работа ведется. То есть мы вычитываем, ищем какие-то изъятые ранние предметы, которые не подвергались экспертному исследованию. Тем более ранее, да, там в 90-х годах база была одна. Та же генетическая база, та же дактилоскопическая база. И возможности. И возможности, да. Мы все вот это проверяем. Ну, с чем мне запомнилось данное преступление? Да, там уголовное дело было изучено. Преступление было совершено на дачном участке. Потом сразу видно из уголовного дела, что преступник сел в автомобиль убитых дачников. Я не буду называть их фамилии, буду называть их потерпевших. На данном автомобиле потерпевших проследовал к их дому, открыл своим ключом их квартиру, посидел там у них какое-то время, скажем так, поужинул и оставил таким самым свои следы. Вот, данные следы на момент 90-х годов идентифицированы не были. Мы их повторно направили. И у нас идентифицировался некто гражданин Когтев Алексей Борисович, ныне он осужден к длительному сроку, отбывает наказание в одной из исправительных учреждений города Казани. Далее, чтобы развивать все вот это расследование, разумеется, был осуществлен выезд в город Казань, где мы поняли, за что ныне осужден данное лицо. По запросу в Казанском республиканском суде нам выдали дело, то есть дело было изучено. В ходе изучения уголовного дела была получена информация, что данный человек вообще является одним из активных киллеров группировки Хадид Акташ и сидел за заказное убийство уже. Самая суть, что интересно, наше слабое место было сначала, то есть пули, изъятые с убийства потерпевших в Ленской области, и пули с заказного убийства, они как бы не совпадали на тот момент. То есть... Из разного оружия выстрелы были. Сначала как бы у нас получалось это так, да, действительно. Однако пули мы изъяли из Казанского ЭКЦ, пули, состоящие из федеральной базы пули и гельзотеки, назначили по ним экспертизу, что совпало, то что они идентичны и было совершено из аналогичного оружия. Ну и у нас уже тут же вылилась картина, что данный гражданин Когтев проживал в городе Ульяновске, служил в училище связи в 90-е годы. Там же он, в училище связи, совершил кражу автомата, вот этого автоматического оружия, а вот это училище связи, как раз оно было рядом вот с проживающими рядом, потерпевшими. Искал себе, скажем так, пристанище, столкнулся с потерпевшими, совершил их убийство, завладел их автомобилем, потом на их автомобиле, узнав по паспортным данным, где они проживают, приехал домой, грубо говоря, сделал там свои дела, покушал, поужинал и сбежал в город Тольятти, где вступил в группировку Хадид Акташ. После этого данное лицо, разумеется, было этапировано. То есть я осуществлял и выезд к нему в исправительное учреждение, где, конечно, они, находясь в своей среде, неохотно дают показания, скажу я вам. Однако, этапировав его сюда, предоставив ему вот наш вот этот весь комплекс доказательств, он нам все рассказал. То есть он от начала данного кражи автоматического оружия, заканчивая совершением убийства. этих пенсионеров, он еще не был в никакой группировке, это у него было такое первое громкое преступление. Да, 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 громкое преступление. Он уже знает, что он совершил двойное убийство, ему уже назад дороги, скажем, нет. Он уехал в город Тольятти, где связался там с криминальными, скажем так, кругами. Ну, он сам под допрос, в принципе, говорил и стал, в принципе, активным киллером группы Хадид Акташ и, в принципе, сидел за убийство одного из лидеров этой группировки. Это, получается, мы говорим с вами о бульянском преступлении 90-го года. Да, в начале 90-го. 19 лет, получается, прошло с того момента. Ну, да. А какие следы он оставил, если не секрет? То есть вы сказали, что он поужинал, оставил какие-то следы? Он оставил на кастрюле след пальца руки, оставил на банке след пальца руки. То есть отпечатки пальцев? Да. Спасибо огромное. Это, ну, интересная история, на самом деле, показывает, как следком работает. То есть 19 лет прошло, убийца найден, материалы действительно никуда не пропали. Борис Валерьевич, теперь давайте с вами поговорим по поводу того, какая техника используется следственным комитетом. Да, вот уже некоторые вещи звучали. Мы говорили о разных приборах и даже о ПКЛ. Может быть, чуть подробнее, на что сейчас ставку делаете в первую очередь. Да, может быть, какая-то есть даже схема действий. Сначала прогоняем через такой-то прибор, потом через такой. Пожалуйста. Да, действительно, спасибо. В нашем арсенале для того, чтобы мы успешно раскрывали преступления, имеется большой солидный арсенал криминалистической техники, в том числе высокотехнологичный. Прежде всего, это программно-аналитический комплекс «ЮФЭД», который позволяет нам извлекать из мобильных устройств сим-карт, с карт памяти, с других электронных носителей всю хранящуюся там информацию, в том числе запароленную, удаленную. Мы можем извлечь из телефона фигурант уголовного дела, которым может быть являться как потерпевший, так и заподозренный лицом, свидетель, всю ранее удаленную, поврежденную информацию, облачные данные, активность этих лиц в социальных сетях. Все это позволяет нам делать современная техника. В качестве примера такого применения можно привести Димитровградское дело 16-го года, когда в декабре месяце две сестры, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней, заманили гражданина Республики Узбекистан Шукурова к нему на съемную квартиру, предложили ему заняться сексуальными играми. Он добровольно позволил себе привязать к стулу, они завязали ему глаза, и несовершеннолетняя сестра все это, младшая, снимала на свой мобильный телефон. После того, как наш потерпевший расслабился, они повалили его на пол, задушили, но младшая сестра продолжала все это снимать на свой телефон, но в последующем все эти снимки удалила, и, в общем-то, обе сестры, они выражали свое крайнее недовольство тем, что их мы привлекаем, значит, проверяем на причастность. Они категорически отрицали свое знакомство и нахождение в этом месте. Восстановление этих удаленных файлов нам показало всю картину, вплоть до мельчайших подробностей, которые потом легли в основу обвинительного приговора. Эти дамочки были осуждены, отбывают наказание. Можете подсказать, они планировали заранее это все мероприятие, в смысле убийство. Да, они познакомились на улице, девушки не из благополучной семьи, решили ограбить его, решили похитить его сотовый телефон, одежду, деньги, и именно таким способом решили действовать. А подскажите еще такой момент. Вот пальцы сейчас прозвучали, в ответе вашего коллеги, что были отпечатки пальцев. Если не ошибаюсь, система Папилон такая существует. Это тоже в вашем арсенале, или у вас другая какая-то методика? Автоматизированная база данных Папилона, она имеется и в системе Министерства внутренних дел. И у нас в Следственном комитете база отпечатков рук, она хранится в нашем Следственном комитете, который расположен в городе Москва. Туда мы для пополнения базы отсылаем все пальцы рук, которые обнаруживаем на местах происшествий, и на местном уровне не можем их идентифицировать. То есть установить лицо, которое оставило эти следы. Для этого мы пополняем нашу базу и базу Министерства внутренних дел. Спасибо большое. Михаил Ильич, по поводу еще одной технической темы, хочется поговорить, полиграф, который часто используется, который, наверное, больше, чем все другие системы криминалистов, знает простой обыватель, будем так говорить. То есть это детектора лжи так называемой. Расскажите нам, действительно ли он показывает, кто лжет, а кто нет, какие экспертные исследования вы на нем проводите, ну и, может быть, какой-то уникальный опыт или уникальный пример. Спасибо за вопрос. Ну, в отличие от красивой, так скажем, нашей ПКЛ-ки, которая с надписями и ее все видят, моя работа, она достаточно невидимая и проходит в глубине кабинета, наедине, абсолютно в полной тишине и, соответственно, с ответами на вопросы либо да, либо нет. Это, наверное, тоже всем известно. По полиграфу действительно очень многое известно, но больше эта информация взята из ток-шоу, телепередач различных, которых сейчас очень много. Они, конечно, представления полиграфии у населения размывают. Ну, искажают вовсе. На самом деле это достаточно такая скучная монотонная процедура, но если правильно к ней отнестись со стороны обследуемого, она позволяет не только доказать, ну, так скажем, что человек говорит, допустим, правду по определенным каким-то событиям, материалам, и также может помочь ему справиться, возможно, даже с ситуацией на психологическом уровне, что он прошел и доказал, что он говорит правду. Процедура данная является добровольной абсолютно. То есть в любом случае принудить человека к этой процедуре невозможно. И это тоже такая степень достоверности, потому что большинство людей соглашаются, потому что им действительно нечего скрывать. И действительно полиграф в большом количестве случаев подтверждает, что они говорят, допустим, правду, являясь свидетелями по тем или иным событиям, по тому или иному уголовному делу. Также полиграф назначается и поступающим сотрудником вновь на службу, поэтому он стоит и на защите внутренних интересов Следственного комитета, всей системы в целом. И также проводится в отношении лиц, не имеющих портитуального статуса по материалам проверок. Ну и в отношении также потерпевших, обвиняемых. То есть это вот если в общем так рассказать. Ну, к частности, мы, наверное, с вами чуть попозже вернемся. Владислав Витальевич, снова слово. Процессуальный контроль о вас прервал, но надо было пообщаться с коллегами вашими. Конечно же, процессуальный контроль о Следственном комитете. Пожалуйста. С учетом того, что мы все-таки являемся сотрудниками аппарата следственного управления, на нас возлагаются функции процессуального контроля. Чтобы было понятно, в чем он заключается, это я скажу, что на постоянной основе с сотрудниками отдела криминалистики по зональному принципу, по предметному принципу изучается материал проверок. Материал проверок, связанный в первую очередь как с безвестным исчезновением граждан, потому что данному направлению деятельности также уделяется особое внимание, потому что любое сообщение о безвестном исчезновении гражданина подразумевает первое. Это криминальный характер данного сообщения, когда человек внезапно у нас пропадает, и неизвестно с чем он пропал. Особое значение у нас уделяется вопросам, связанным с безвестным исчезновением несовершеннолетним. Тут в соответствии с рекомендацией центрального аппарата руководители следственных управлений под личный контроль берут каждое подобное сообщение, ну и, соответственно, дальше организовывается работа штабов и так далее. Благодаря вот такой слаженной работе при взаимодействии с органами внутренних дел, МЧС, нам удалось добиться того, что, я не хвастаюсь, приведу просто статистику, что с 2007 года в следственном управлении отсутствуют уголовные дела, по которым у нас не были бы обнаружены несовершеннолетние, ранее пропавшие по тем или иным причинам. Соответственно, в настоящее время все они обнаружены, начиная с 2007 года, поэтому введена у нас специализация, есть, соответственно, предметник, который сидит именно на таких сообщениях, на таком направлении деятельности. Кроме того, особое внимание вопросам уделяется изучению материалов, связанных со смертями граждан, которые, соответственно, скончались в силу полученных телесных повреждений, потому что, как правило, они получают причинение происходит либо при очевидцах, это падение, но тут необходимо еще выяснять состояние, в котором он находился. Но самое сложное, когда все-таки телесные повреждения, в силу которых человек скончался, были получены вне очевидцев, и тут помогает, скажем так, профессиональные навыки, старший опыт работы тех криминалистов, которые ответственны за данное направление деятельности, потому что наши ряды, скажем так, различны, стаж работы там от нескольких месяцев до нескольких десятков лиц, и грамотный следственный криминалист, он просто обязан направлять дальнейшее расследование, дальнейший следственный ход процессуальной проверки путем, в том числе, направления указаний, которые, соответственно, своевременно готовятся, берутся на контроль результаты их исполнения, и в случае, если мы приходим к мнению, что все-таки имело место быть преступление, совершенное в отношении гражданина, незамедлительно возбуждаются уголовные дела, подключаются следователи-криминалисты, расследование данных дел, создаются сразу, входят они в состав следственных групп, принимают одним из первых участие в производстве первоначальных следственных действий, в том числе, проводимых спортсменными лицами. В данном случае нам непосредственной помощи оказывает как раз Михаил Юрьевич, потому что бывают зачастую такие ситуации, когда вроде бы человек внешне производит впечатление добропорядочного, рассказывает, последовательно, обстоятельно приводит все те моменты, при которых он так или иначе пересекался или находился где-то в этот момент, но всегда имеется доля сомнений относительно правдивости его показаний, и Михаил Юрьевич, несмотря на свою загрузку и так далее, в любое время дня и ночи откликается, проводит подобные исследования, и порой он действительно нас выручает, говоря о том, что у меня есть сомнения, потому что у человека проявляются устойчивые реакции на такие-то обстоятельства, на ну и, соответственно, дальше просто работа штаба организовывается, идет выдвижение версии закрепления и так далее, обнаружение тех или иных следов. Спасибо. Михаил Юрьевич, вам тогда вопрос. Насколько вы загружены? Сейчас прозвучало, несмотря на его загруженность. Сколько у вас работы? Вы все время с полиграфами, я правильно понимаю? Да, я специалист по данному направлению. Работы хватает. Работа, она многоплановая, то есть в саму проведение исследования обычно занимает где-то от трех до четырех с половиной часов, это с момента, когда человек переступил порог моего кабинета, до непосредственно уже, когда мы с ним прощаемся. И также есть та часть работы, которая еще более, так скажем, требовательна к внимательности и вообще квалификации эксперта, это подготовка к исследованию. То есть, чтобы провести исследование качественно. Вы читаете мои мысли, подготовка к исследованию. Во-первых, наверное, исследуемо того, кого мы исследуем, и ваша личная какая-то подготовка должна быть, правильно? Подготовка к исследованию, но она обычно заключается в том, что есть определенный структаж, при котором обследуемому лицу высказываются его, так скажем, правила поведения, которые, если он принимает, то все для него будет проходить очень быстро. То есть, процедура, на самом деле, не сложная и не страшная, и готовиться к ней абсолютно нет никакой необходимости. То есть, достаточно просто выспаться и, естественно, прийти, сказать правду, отвечая, не сомневаться на своих ответах. Вы сейчас не секрет там раскрыли, как надо правильно отвечать? Нет, это абсолютно не секрет, это даже моя просьба. Если мои будущие обследования будут это смотреть, пожалуйста, пускай пользуются. Выспаться очень хорошо. Спасибо. Но мы вот сейчас заговорили о подготовке, и я что подумал, Сергей Евгеньевич, а подготовка следователей и переподготовка, возможно, как часто у вас проходят какие-то там курсы повышения квалификации или что-то подобное? Потому что новые методики появляются, новые приборы поступают в отдел и так далее. Как часто вы проходите какое-то переобучение? Да, действительно, вопрос правильный. В нескольких субъектах Российской Федерации созданы институты повышения квалификации сотрудников, в которые повышают свои квалификации, извините, за татологию. Это как и рядовые следователи, заместители руководителей отделов, руководители отделов, сотрудники аппарата, ну, в частности, сотрудники отдела криминалистики. Сотрудники Ульяновской области, как правило, ездят на курсы повышения квалификации в институт, который расположен на Нижнем Новгороде. Курсы данные посещаются не менее одного раза в три года, где нас обучают новым, скажем так, методикам применения различной криминалистической техники, которая также постоянно развивается. Ну и данные курсы повышения квалификации элементарно очень помогают вот этому новому знакомству между криминалистами, да, которые потом в дальнейшем взаимодействуют. То есть мы там знакомимся, и потом уже после вот этих повышений курсов, прохождения повышения курса квалификации, то есть мы постоянно там с коллегами, с субъектами по каким-то рабочим вопросам всегда созваниваемся и друг другу помогаем. Там, в частности, с экспертизами и со всем остальным. Спасибо огромное. Владислав Витальевич, у нас, я позволю, но у нас водитель, пожалуйста, поздравьте всех коллег не только в этой студии, не только в Ульяновске, но и по всей России. Наша программа выходит накануне праздника. Значит, спасибо за такую представленную возможность от своего лица. В первую очередь хочу поздравить не только своих коллег с данным профессиональным праздником в Следственном управлении по Ульянской области, но и коллег по Следственному Комитету Российской Федерации. В первую очередь коллегам хотелось бы пожелать крепкого здоровья, потому что невозможно исполнение поставленных перед нами задач в плохом физическом состоянии, крепких тылов, потому что немаловажность в положительной работе, значит, на положительную работу оказываются все-таки наши тылы, наши семьи, наши дети, жены, вот, чтобы на данном управлении у ребят все было, скажем так, положительно, прекрасно в семьях, черпали источники вдохновения, в том числе и своих семей, вот, и профессиональных успехов и постоянного совершенства. Не останавливаться на достигнутом, развиваться, раскрывать. Отлично. Телеканал «Репортер 73» присоединяется к этим словам, и хочу сказать, что рано или поздно эти люди узнают всю правду. Не врите, пожалуйста, на полиграфе и не нарушайте закон. Благодарю вас, уважаемые гости, за участие в программе. У вас, дорогие зрители, за внимание. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин